Приветствую вас. Пожалуй, надо читать. Мне бы хотелось того, чтобы немножечко дать характеристику вашему вопросу. Вы задаете свой вопрос достаточно общий. Это слишком общий вопрос. И ответ на него, на этот общий вопрос, будет, к сожалению, таким же общим, а просто потому, что не совсем понятно, ну как бы так сказать, направление, не совсем понятно причин того, что вы задаете такой вопрос и, собственно, чего вы хотите задавать этот вопрос. То есть я рекомендовал бы вам свой вопрос расширить. Если вы хотели написать в раздел эзотерики, это одно. Если вы пишите психологом, то психологу нужно больше информации о том, что беспокоит клиента. А пока вы дали достаточно мало информации о себе. И раз вы дали мало информации о себе, то и помочь вам можно поскольку, поскольку есть эта самая информация. Далее мне хочется сказать вам так. Пожалуй, нет никаких резервов. Мысль о резервах, она и вообще идея, идея резервов, она достаточно, на мой взгляд, знаете, мифологична, скажем так. Почему? Потому что, если бы были резервы, то их можно было бы найти, эти самые резервы, и использовать для своих целей и так далее. Если бы эти резервы действительно были, не было никаких трудностей с тем, чтобы их использовать. Поэтому ваша проблема не в резервах. Ваша проблема в том, что вы, как бы это сказать, потеряли веру в себя. А вера в себя, это значит потеря понимания. Кто вы, куда идете, к чему стремитесь и так далее. Это ключевая проблема. Ключевая проблема для вас и ключевая проблема вообще. То есть нужно понимать, что вы неверно двигаетесь, вы в неправильном направлении двигаетесь, вы действуете не так, как нужно. Кому? Конечно, вам. Вы двигаетесь не так, как нужно вам. И это ключевая проблема. В какой-то момент вы перестали прислушиваться к себе, а стали действовать так, как, ну я не знаю, как было вам проще может быть, как было вам легче может быть и так далее. С этим ключевым предстоит разобраться. Но пока что, момент заключается именно в том, что вы двигаетесь в неверном направлении. Вот и давайте попробуем тогда определить, что для вас ценно, что для вас важно, что для вас является добром, что для вас является хорошо, а что для вас плохо. Ответьте себе на эти вопросы и подумайте, что мешает вам, ну как бы, что мешает вам в этом направлении двигаться. Что мешает вам, ну например, прислушиваться к себе, например, доверять себе своим переживаниям, своим чувствам и так далее. Это тоже, знаете ли, очень важная вещь. И вот, когда и если данная проблема будет решена вами и для вас, когда данная проблема будет решена полностью, вот тогда у вас появится понимание того, куда вам нужно идти и для чего вы это делаете. Просто пока что вы движетесь явно не в неверном направлении. Вы движетесь явно не в том направлении, которое соответствует вашим ценностям, кланям, потребностям и так далее. И отсюда, отсюда поднимается вопрос и о, ну скажем так, и о резервах, и о вере, и так далее. Почему? А потому что вера теряется тогда, когда, условно говоря, вера теряется тогда, когда человек начинает действовать себе, противоречие себе во вред и так далее. Вот об этом и постарайтесь подумать. Что же все-таки заставляет вас вести себя, ну вот, таким образом, неверным, несоответствующим тому, чего вы хотите? Да и вообще-то говоря, не лишним будет определить даже то, чего вы хотите, то есть для каких целей вам, условно говоря, не хватает средств. Для каких целей вам, условно говоря, не хватает сил? Это тоже очень интересный и важный момент. Я бы сказал, что он в некотором роде определяющий, потому что вы говорите о средствах в контексте своего вопроса, а говорить нужно о задачах. Именно задачи, правильно и четко поставленные задачи, определяют средства, определяют деятельность, определяют, именно цели определяют то, как вы будете к ним стремиться. Надеюсь, вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Вот именно в такой последовательности, по моему мнению, вам нужно выстраивать свою линию поведения сейчас. Это было бы правильно, подобное устраивание, и подобная расстановка приоритетов также была бы верна для вас. Ну а если какие-то проблемы на этой бочве на пути к этому у вас возникнут, то вот с этим, я думаю, мы будем рады вам помочь. На этом можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, буду рад помочь. Пишите в личку, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!